31 июля 2020 года и я приветствую вас из Святого Града Иерусалима. Май дорогие, несмотря на переезд, несмотря на то, что я уже видеть не могу эти горы коробок, в основном с книгами, естественно, которые сейчас просто загромоздили нашу квартиру, так что не пройти в ней, не развернуться. Несмотря на то, что еще массу всего нужно собрать и продумать, мы с семьей не отказываем себе в счастье немножко погулять и дать детям тоже какой-то отдых и разгрузку от этого стресса. И вот сегодня, как я и обещала, мы на очередную прогулку берем вас с собой и покажу я вам сегодня места, где мы с вами еще не были. И если даже вы бывали в Израиле как паломники или туристы, почти сто процентов, что здесь вы не бывали, потому что место это знают немногие. Находимся мы с вами на территории кибуца Ромат Рахель. Сейчас, конечно, этот кибуц уже не совсем кибуц, то есть здесь нету такого, вот знаете, как было в 70-60-е годы коммунального хозяйства. Кибуц – это наподобие колхоза в перемешку с коммуной, когда все общее, люди работают на социалистическое государство, дети у них растятся в детдоме, а кушают они все в общей столовой и своего ничего не имеют. Таких кибуцов в Израиле давно уже нет, сейчас возрождаются, да, есть некоторые возрождают кибуцные движения, но это уже именно возрождают. В принципе, к концу 70-х, начало 80-х кибуцы у нас уже перестали существовать, поэтому Ромат Рахель – это просто как район Иерусалима своего рода, да, однако здесь есть некая общинная жизнь и все-таки какие-то кибуцные такие принципы жизни сохраняются, но не ради этого я привела вас сюда, привела я вас сюда ради потрясающих совершенно раскопок, на которые мы сейчас пойдем. А прежде давайте посмотрим на вид, который за моей спиной. Я стою строго на юг и за моей спиной, кто из моих паломников помнит, что находится на юг от Иерусалима? Правильно, это город Вифлеем, ничто иное. Вот на тех холмах располагается Вифлеем, как-то там сейчас Вифлееме. Ой, да, коронавирусные времена, конечно, нас всех разлучили, разъединили, к сожалению. Но, тем не менее, для нас местных Вифлеем, в общем-то, открыт, проехать туда можно, группы возить нельзя, но самому проехать, допустим, там в храм Рождества Христова пройти можно. Храм, кстати, открыт для верующих и литургии там по-прежнему идут каждое утро. По крайней мере, это верно на сегодняшний день. У нас очень быстро все меняется. За Вифлеемом же мы с вами видим холмы Иудейской пустыни уже. И там дальше, за Иудейской пустыней, соответственно, будет Иорданская долина и Мертвое море. Ну, а ближе к нам находится храм Ильи Пророка. Этот храм стоит на месте, где Илья Пророк спал по дороге на Синай. Так гласит наша местная традиция. «Ангел Божий явился ему во сне, сказал, что твоя молитва услышана и будет на Израиль послан голод, засуха трехгодичная». Помните, три с половиной года не было дождя за то, что царь Ахава и его жена Изавель поклонялись богу Ваалу и повсюду ставили эти капища. Вот по преданию это было здесь. И этот храм, сама постройка средневековая, является главным храмом нашей арабской православной общины. Ну вот, мы с вами немножко полюбовались видом, а теперь пойдем скорее на сами раскопки. Вот здесь начинается археологический парк. И сейчас мы с вами подойдем и посмотрим самое интересное место в этом парке. Парк очень большой. Здесь в разные периоды были разные совершенно здания. Рафаил наш готовит вам подробную большую экскурсию, которая как раз появится на нашем сайте клуб видеопутешествий Топус. А мы же с вами сегодня сделаем такой краткий обзорный осмотр, скажем так, места. Мы вошли с вами на территорию парка Рамат Рахель и идем смотреть раскопки. Самое первое древнее здание, которое было здесь построено в 7-8 веке до нашей эры, это дворец иудейских царей. То есть здесь имели свою резиденцию потомки царя Соломона. Почему именно это место они выбрали для дворца, я вам расскажу чуть-чуть позже. А пока вот за моей спиной вы видите большую такую стелу из камней сложенную. Это древние камни, оставшиеся от древней военной башни, которую нашли археологи. И вот эта конструкция показывает нам место, где стояла в древности угловая башня, в которой находились воины, охранявшие город. На той стороне мы видим с вами похожее сооружение. Там стояла вторая сторожевая башня. И вот нам высота этого монумента показывает высоту этой башни и камни от этой башни, оставшиеся мы тоже видим. А сейчас мы пройдем и посмотрим фортификационную стену. Вот здесь мы видим с вами остатки фортификационной стены. Эта стена называется также казематная стена, потому что состояла она собственно из двух стен, что вам сейчас очень хорошо даже видно, если вы внимательно посмотрите. Между стенами были казематы, то есть такие помещения, в которых находились воины во время осады города. Таким образом, дворец был защищен, можно так сказать, неприступной совершенно стеной. Вот вы только подумайте так, попробуйте представить себе, что этим камням более двух тысяч семисот лет. Я не могла отказать себе в удовольствии и спустилась на раскопки. И вот здесь мы видим с вами секретный проход, по которому воины, собственно говоря, заходили внутрь стены в случае опасности. И сейчас мы с вами тоже туда пролезем. Вот мы с вами можем почувствовать себя буквально древними воинами. А вот, посмотрите, и бойница в стене. Вот она. Помещение очень-очень маленькое, то есть здесь мог помещаться всего лишь один воин. Скорее всего, меткий стрелок, раз здесь устроена была специально бойница. Ну что же, будем вылезать обратно. Мы идем с вами мимо южной башни. Вот эта стела, как мы уже с вами говорили, показывает место, где была еще одна башня. Вот она башня, охранявшая дворец. И поднявшись к рожковому дереву, вот мы сейчас с вами найдем точку, с которой прекрасно будут видны раскопки. Итак, перед нами место, где стоял дворец израильских царей. Да, сейчас остались только фундаменты, какие-то отдельные камни. Тем не менее, это VII-VIII век до н.э. И когда этот дворец существовал, равного ему не было во всей Иудее. Ни по размерам, ни по красоте, великолепию отделки. Вот мы с вами видим здесь капители колонн. Это было найдено при раскопках. Такие вот капители украшали вход во дворец. Здесь, конечно, только копии оригинала в Музее Израиля, но можно судить о красоте работы. Возле дворца был великолепный сад. С бассейнами для ритуального омовения, которое принято было иудеев. Также для полива, с ирегационной системой, с глиняным водопроводом и с редчайшими, красивейшими растениями, плодовыми деревьями и цветами. Находился он вот здесь. Во втором-третьем веке нашей эры, то есть в то время, когда святой землей уже правили римляне, здесь находилась римская вилла, принадлежавшая, скорее всего, очень богатому человеку, у которого была сельскохозяйственная ферма, здесь же рядом с виллой. И я хочу показать вам очень интересное место. Дело в том, что древние римляне часто использовали в своих религиозных ритуалах голубей, они приносили их в жертву. И вот на этой вилле существовал даже специальный колумбарий, место для выращивания голубей. И сейчас мы с вами его посмотрим. Вот здесь находились и погребальные пещеры, относящиеся к этой вилле, и ритуальные ванны, и колумбари, в которых выращивали голубей. Вот для того, чтобы посмотреть колумбарий, нам с вами нужно будет спуститься немножко под землю, что мы сейчас и сделаем. Мы с вами, конечно, немножко нарушаем закон. По раскопкам вообще класть запрещается, но уж очень хочется нам посмотреть. Вот, смотрите, здесь вы видите в стенах такие вот отверстия. Вот это древняя римская голубятня. Примерно I-II век нашей эры, уже после Рождества Христова. Вот здесь жили голуби, которых растили специально для жертвоприношений. Вот здесь было в потолке такое, видите, окошко проделано для света и воздуха. Сейчас заделана сетка, естественно, чтобы люди не упали. Кроме колумбарий, здесь были также при римлянах погребальные пещеры, похожие, в общем-то, на иудейские, и ритуальные ванны. Вообще, позже, уже в византийский период, здесь был еще и храм, и монастырь, от которого тоже остались раскопки. Но подробности вам уже расскажет Рафаил в своей экскурсии, которая, надеюсь, скоро появится на Топусе. А мы же с вами идем посмотреть на вид. Вот здесь устроена такая замечательная шиноплощадочка для пикников. Как вы видите, под соснами. Вот наши детки-конфетки уже расположились, ждут свои хрустелки из пакетиков похрустеть. Здесь совершенно потрясающий вид. Теперь уже на запад, и сейчас мы с вами его рассмотрим, и я расскажу вам, что мы видим. Но прежде я отвечу на вопрос, который задала в самом начале нашего выпуска. Почему израильские цари построили дворец именно здесь? Думаю, вы уже обратили внимание по моей метущейся шевелюре, что здесь очень сильный ветер. Вот в этом-то и кроется разгадка, вернее, ответ на вопрос. Дело все в том, что у нас очень жарко. И, конечно, вот такой холм, такая высота, как здесь, где постоянно прохладный бриз не могла не обратить на себя внимания израильских царей. Поэтому они построили здесь дворец, чтобы отдыхать от жары, наслаждаться великолепным видом, что мы с вами сейчас, собственно говоря, и делаем. Итак, давайте посмотрим, какие районы, что мы видим с вами вот с этой смотровой площадочки. Во-первых, вот здесь, между правыми небоскребами, высотными домами, вы видите поблескивающий купол над скалой. Да, там находится старый город. Получается, мы с вами стоим гораздо выше старого города, выше храмовой горы. И если представить себе дворец царский, дворец иудейских царей, который был у них в самом Иерусалиме, то он был ниже. Так что, опять же, там было гораздо жарче. Так что вот это место очень их привлекло. Здесь был сперва загородный дворец, а потом и главный дворец иудейских царей. Ну вот, теперь мы переместимся немножко влево и видим с вами большой такой район. Это район Тальпиот, там есть большая промзона, где всякие магазины мебельные и прочее. И идёт он вдоль долины Титанов и приводит нас вот к этому зелёному пятну. Посмотрите, густо растущие зелёные деревья – это парк Сен-Симон, в котором мы с вами, собственно говоря, гуляли. И оттуда у нас уже был выпуск блога. Там находится монастырь Святого Семёна Богоприимца. Помните, мы о нём говорили, рассказывали. Дальше, если мы с вами пойдём, то мы видим район Ромат-Шаретт, тоже с высотными зданиями. Это проект Holy Land, недавно построенный. Под ним круглое здание – это стадион Тедди, знаменитый, и большое здание – каньон Малха, самый большой торговый центр в Иерусалиме. Ой, знаете, вот честно скажу вам, смотрю на этот вид, смотрю на эту Хевронскую дорогу, и сердце щемит. Потому что вы не представляете себе, сколько сотен, да нет, наверное, тысяч раз я проезжала по этой Хевронской дороге со своими паломниками. Либо рано утром ехали мы в Вифлеем, иногда даже ещё и без паломников, только с водителем. Начинали мы обычно очень рано, шли на литургию в Вифлеем, поэтому выезжали зимой в 4.30 утра из дома. Ещё в темноте ехали, а вечером, вот как раз обычно где-то в это время, мы сейчас снимаем уже 6 часов вечера, вот так обычно возвращалась домой по этой дороге, уставшая, измотанная, счастливая. Знаете, конечно, не в том даже дело, что, да, остались без работы, трудно, сейчас всем трудно. Трудно без любимого дела. Я ужасно, ужасно скучаю. Скучаю по своим паломникам, скучаю по вам, мои дорогие. Скучаю по возможности водить вас по этой земле, ходить, рассказывать. Я никогда особо не уставала, скажем так, бывало, что устанешь физически, но морально, психологически всегда это была большая радость, огромная радость, чувствовать отдачу, чувствовать, видеть ваши глаза, светящиеся радостью, улыбающиеся лица, особенно после литургии, после молитвы. Это, конечно, трудный период сейчас, очень трудно, трудно без этого всего. Но, знаете, я нахожу большое утешение вот в нашем с вами блоге, в наших встречах и, конечно, в нашем новом проекте, потому что Топос открыл какие-то совершенно невероятные горизонты. Я ведь теперь могу с вами делиться не только Святой Землёй. Я могу теперь помогать другим гидам, что я и делаю с утра до ночи, учу всех снимать. Помогать могу другим гидам делать видеоэкскурсии, оставаться в профессии, продолжать заниматься любимым делом. Вы знаете, как люди жаждут этого? Очень трудно сидеть дома. Опять же, дело не столько в деньгах. Предположим, некоторые гиды как-то выкрутились, кому-то помогает семья, кто-то, может быть, какую-то даже нашёл работу. Конечно, не зарабатывают так, как раньше, но как-то даже, может, финансово пытаются выплыть. Но ведь, понимаете, гид – это человек, который любит свою родину, любит историю, любит рассказывать и показывать. И без этого жить очень трудно. А теперь на Топосе у них появилась новая возможность. А для меня это, конечно же, тоже такой ещё, знаете, ещё один шаг, потому что я в своей жизни много чего преподавала. Преподавала я и музыку некоторое время. Я музыкант по образованию, имею диплом, могу работать педагогом по музыке, естественно. К сожалению, в нашей стране это очень малооплачиваемая вещь. Я преподавала английский язык много лет, со взрослыми студентами работала. И вот теперь я, получается, учу людей снимать, монтировать. Это жутко интересно. Пока я это делаю безвозмездно, все гиды, которые ко мне обращаются, я им просто подсказываю, помогаю, получаю их учебные видео, редактирую вместе с ними, указываю на ошибки, вижу потом результаты. Это ужасно приятно. Но ещё это и расширяет мой собственный кругозор, потому что я много нового узнаю. Я сама же просматриваю все эти экскурсии, и многих вещей я не знала. Вот, например, сегодня у нас пришла новая экскурсия, завтра она должна быть уже на сайте. Получается, сегодня, да, потому что накануне снимаем, да, сегодня уже будет на сайте эта экскурсия по Лондону. От замечательного совершенно гида, которого зовут Владислав Парк. Человек очень интересный, эрудированный, интеллигентный, остроумный, очень много лет живущий в Лондоне, отлично знающий город и историю. И вот надеюсь, что это первая, но не последняя экскурсия его у нас, так что всех вас приглашают, теперь у нас уже есть и Лондон. Мало того, у нас появился гид из Австралии. Скоро её экскурсии появятся, и вы сможете прогуляться по Сиднею, по окрестностям Сиднея. То есть это такая, знаете, новая какая-то жизнь. Хочу отдельно сказать тем из вас, которые переживают и пишут мне, пишут следующее, почему вы перешли с нами на коммерческие отношения? Ведь надо давать всё людям бесплатно, во славу Божию. А вы что теперь собираетесь нам всё продавать? Мы теперь бесплатно ничего больше от вас не увидим и не услышим. Ах, значит, вот вы какая коварная, вы это всё затеяли, чтобы потом нам чего-то продавать и так далее. Ну, оставим обиды, я никого не обижаюсь, люди все разные. Опять же, очень многие из вас лично меня не знают, и, может быть, какое-то неправильное мнение обо мне составили. Ну, это вполне понятно, я не обижаюсь, но хочу этот вопрос ради Бога прояснить. Во-первых, мой блог «Святая Земля» сегодня даст Бог, будет существовать, как и существовал. Ничего не меняется в наших с вами сердечных дружеских отношениях. Как я показывала Иерусалим в своём блоге, так я и буду показывать. Однако большие, детальные, подробные, сложные экскурсии, конечно, будут на топусе. Объясню причину. Дело всё в том, что до сегодняшнего дня, начиная с марта месяца, мы жили на пожертвования наших милых, дорогих подписчиков и зрителей моего блога. Я сердечно всех благодарю. Особенно в апреле, в марте-апреле пожертвований было много, мы смогли продержаться, даже продержались в мае. Но к концу мая пожертвования стали всё меньше и меньше приходить. Видимо, у каждого своя жизнь, да потом и люди тоже, видимо, понимают, что мы, наверное, взрослые, как бы мальчик с девочкой, да, с мужем, наверное, уж как-то нашли какой-то выход, не могут же они нас вечно кормить. А мы на тот момент выхода-то ещё не нашли, и мы поняли, что его надо экстренно искать. Оставим вопрос, что не очень прилично, на мой взгляд, жить на пожертвовании, даже если это пожертвование на твой канал. Нужно иметь какое-то дело, нужно иметь постоянную работу. Это всё-таки нужно, важно и пред Богом, и пред людьми. Но, кроме того, пожертвование – вещь очень нерегулярная, и, соответственно, нельзя постоянно выпрашивать деньги у своих зрителей. Я этого, как вы видите, никогда не делала особо и не делаю. Поэтому мы и решили открыть своё дело, благословились, конечно, у духовника, и вот в результате вот эта идея Рафаила воплотилась в такой вот сайт видеопутешествий. Да, это бизнес, да, это работа, но это бизнес не нечестный, когда люди пытаются лишь бы заработать деньги, да, или когда люди пытаются заработать деньги легко и без труда, или же чем каким-то нечестным способом пытаются заработать деньги. Это бизнес честный. То есть, да, мы берём с вас деньги за просмотры, потому что половину от этого получают авторы, а вторая половина, часть её уходит на оплату работы модератора, технической поддержки сайта, видеохостинга, других вещей, налогов, опять же. Так что нам остаётся, дорогие мои, не так уж много. Мы, собственно говоря, стремимся обеспечить себе просто тот минимум, на котором наша семья из шести человек состоящих может продержаться. Так что мы не конкурируем с Ютьюбом, мы не конкурируем ни с кем, мы просто хотим заниматься тем, чем умеем заниматься своим делом. Мы умеем вводить экскурсии, умеем снимать, показывать, рассказывать, монтировать, умеем научить этому других людей и счастливы, если можем другим людям дать работу и помочь им. Так что поэтому я надеюсь, что теперь никаких вопросов и претензий ко мне больше сохраняй не будет. Мы никого не затаскиваем на топус, тем более, что это дело абсолютно добровольное. Но поскольку я вижу, что уже многие-многие из вас посетили сайт и вижу, что понравилось, значит, идея хорошая. И опять же, даже платя за экскурсию эти 40 или 80 рублей, вы доставляете себе большое удовольствие, и это важно. А хочу сказать отдельно, обратиться сейчас к моим дорогим зрителям с любимой Украины. Кстати, с Украины был мой дед по маме, и мой папа родился в Харькове. Так что Украина для меня родные места, хотя я там никогда не жила, но в детстве, естественно, у родни бывала. Так вот, мои дорогие зрители из Украины, вы, конечно, можете смотреть все наши экскурсии на топусе. Просто вам нужно оплачивать международной кредитной карточкой. Там на страничке кассы есть две кнопки. Оплатить системой PayPal или международной кредитной картой. И вторая кнопка – оплатить российскими кредитными картами. Соответственно, вы выбираете первую кнопку, где вы платите международной кредиткой, и платеж у вас прекрасно проходит. Что касается россиян, то все карты меня часто спрашивают, а карты мира у вас есть, а Сбербанк есть. Все карты есть, потому что наш сайт обслуживает Яндекс.Касса. Это самый большой платежный такой сервис, не знаю, как правильно назвать, в России. И, конечно, все карточки он поддерживает. Даже Сбербанк онлайн там есть. То есть масса всяких вариантов к оплате. Так что не должно быть проблемы. И если какая-то проблема вдруг возникает, пишите, пожалуйста, на сайте, на странице «Контакты». У нас дежурит постоянно модератор сайта, он тут же отвечает и помогает. Ну вот, мои дорогие, я была очень рада встрече с вами. Мы переезжаем через три дня, поэтому я, наверное, опять на недельку пропаду. Постараюсь выпустить Евангелие, чтение Евангелия через несколько дней. И надеюсь на наши новые встречи и на страницах моего видеоблога, и на нашем сайте видеопутешествий «Топус». Ссылочка на сайт, как всегда, в описании этого видео. Нажимайте и путешествуйте в свое удовольствие. Храни вас всех Господь, мои дорогие. Всего доброго. Маленький постскриптум. Я уже стала уходить со смотровой площадки и увидела здесь библейский Иссоп. И не могла, конечно, не остановиться, не показать вам. Вот это, мои дорогие, тот самый Иссоп, который упоминал царь Давид, окропившим я Иссопом и очищуся. Называют у нас его «Заатар» и добавляют его в чай. И используют в качестве специи. Его перемалывают с солью, с оливковым маслом, с кунжутом жареным. Получается такая посыпка. Те, кто у нас бывали в Вифлеемском отеле, помните, в Холиленд, всегда на завтрак миска стояла с «Заатаром». Ну вот, теперь точно все. До свидания, до скорых встреч.